Когда живёшь с почесушка-зависимым котом? Человек, я требую почёсывания пузяки. Немедленно. Грозный топ. Я, наконец-то, побеждаю в игре. Мой младший брат с отключённым контролёром. Мы победили! Песенка, которую мы заслужили. Забери меня с собой. Посади в пакет шуршащий. Отнеси меня домой. И насыпь мне корм хрустящий. Я приду туда, где ты. Буду бегать за тобою и цепляться за штаны. Лапой скидывать предметы с высоты. Интересно, кто же это сделал? Кто пишет, боже мой, это же хлебный малыш. Пригласите их войти. Кто пишет, они вампиры. Если кто не понял шутку, то она в том, что вампиры не могут заходить в дом без приглашения. Ну, есть такой миф. Катаются. Кто пишет, котаются. Во-во. Хочу сообщить вам, что этого котика из мемов зовут Смадж. Он живет в Канаде и очень сильно не любит овощи. Зачем тогда вы его ими кормите? Кормите, блин, нормальной едой бедного кота. Когда меня спрашивают, каково это иметь кошку. Блин, у меня кошка просто тащится от вот этой штуки, которая закрепляет пакет с хлебом. Ну, пластмассовая вот эта. Только я хлеб открою, а она сразу ее тащит и начинает по дому гонять. Старая книжная полка, три подушки и трехэтажная кровать для котиков готова. Три котаж или коттедж. Секрет спокойствия? Ты такой спокойный. И что, тебя совсем ничего не бесит? Совсем ничего. Так в чем секрет? Я просто ленивая попа и мне лень реагировать. Вот, берем пример с котика. Я показываю друзьям мем, который я сделал, но не сказав, что он мой. Друзья, лоу, что за тупой и не смешной мем? Я. Училка чертит. Я. Что вы только что делали? Училка. Я чертила. Я. Самокритично. Йо, бекве, ёс, легкости, межить, заменять, всё, ёстольнее, жульки, ёглёшнее, бекве. Фух, блин. Три вида знакомства с новой информацией. Всё просто и понятно. Ничего не понятно. Я Бублик. Не ешь, подумай. А я вас съем. Не ес. Эй, ты дурачок. Себя созри, козаный пледулок. Да я шучу, разве можно такую прелесть скушать? Я пытаюсь сохранить трафик и смотрю видео в 360 пикселей. Реклама в 1080p. Здрасте. Забор покрасьте, где там этот крестик, блин. Моя кошка украла чужих котят. Я просто не могу поверить, что мой ребёнок на такое способен. Она похитила трёх котят и сама о них заботится. Наташ, спишь? Вставай, там миска обнулилась. Серьёзно, Наташ, прям дно видно. Если ты прямо сейчас не наполнишь миску, мы внесём поправки. Поправки в твои тапки, Наташ, ну! О, ты уже дома? Сходи, пожалуйста, за туалетной бумагой. Она очень быстро заканчивается. Просто ты её используешь, кот, не по назначению. В эфире рубрика «Удивительные сходства». Эм, да. После этого я разлюбил читас. Как же хочется быть стройным. Ну как же сильно я люблю пожрать. Колёса у тележек в супермаркете такие. Да, обязательно одно колесо колбасится. Я отправляю файл с телефона самому себе, чтобы открыть его на компьютере. Программист. Когда уж очень хочется замуж. Вы очень похожи на моего третьего мужа. А сколько их всего у вас было? Два. Чем ты занимаешься? Преобразованием потенциальной энергии в кинетическую. Это как? Лежу на диване, дёргаю лапкой. Почти похоже. Почему почти? Почему здесь две одинаковые фотки? Организм, мы с тобой спали. Спали. Организм, мы с тобой много спали. Много. Организм, где чувство отдохнувшисти. Какое отдохнувшисти? Количество уровней, которое прошла моя мама в Кэнди Краш. Весь мой игровой опыт. Когда официант спрашивает, у тебя можно ли забрать тарелку, а на ней лежит ещё одна картошенка. Пошёл нафиг, чёрт. Я. Мам, нашего кота забрали в Хогвартс. Мама. Ну ты и шутник. Кот. Бедный котяра. Ого, что это там такое на горизонте? Твои упущенные возможности. Блин, как красиво. Я ложусь спать. Мой мозг. Спать? Какое такое спать? Ты с ума сошёл? А как же то холодно, то жарко. А как же крутить одну и ту же песню в голове? А как же неудобная подушка? Может лучше какую-нибудь фигню на ютубе посмотришь? Ну и что, что вставать рано? Не обломишься. Наш человечек нас любит. Но меня больше. Молчи, почтилка человечья. Хочу пельмешков. Ты сам уже как пельмешка. И буду ещё пельмешнее. Работа мечты? Здравствуйте, какие у вас навыки? Я всё умею. Вообще всё. Лапками болтать вот так. Видите? Хорошо, вы нам подходите. А денюшка в первый же день будет? В первый же. Я? Колбаска на дегустации в магазине, которую я стесняюсь взять. Да-да-да, бывает такое. Но иногда, когда я сильно голодный, я пересиливаю себя и всё-таки дегустирую. Я приношу в комнату ещё один стакан. Остальные стаканы на компьютерном столе. Я собираюсь написать оригинальный и смешной комментарий. Когда в игре нашёл броню, которая тебе не нравится, но по характеристикам она хорошая. Я бью себя 20 раз, думая, что на мне сидит комар. Комар на потолке. Ударь себя ещё разок. Назови три слова, которые поднимут тебе настроение. Пицца, суши и блендер. А блендер зачем? Маме подарю. Вот, правильно. Видите, молодец. А маме думает. Привет, как дела? Привет, не скажу. Почему? Потому что если я скажу, мне нужно будет спросить, как твои. А мне плевать. Но если тебе плевать, ты можешь сказать, как твои, и не спрашивать, как его дела. Это не будет более некультурно, по-моему, чем вот этот ответ. Скажи, а какой суперсилой ты бы хотел обладать? Останавливать время. И что бы ты делал? Спал. Действительно, глупый вопрос. Почему ты сына зовёшь потомком, а не как все, сынок, сынуля, да просто по имени? Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей комнате. Мам, потом. Шуточки за 300. Я просто существую. Моя бабушка. Держи соточку. Её теги. Без фильтров, естественная красота. Её фото. Физрук. Пацаны бегут 5 километров, а девочки 100 метров. Я. Это что за дискриминация такая? Пацаны 5 километров, а девочки 100 метров. Нечестно. Я спокойно сижу за компьютером у себя в комнате, пока гости дома. Ребёнок гостей заходил в мою комнату. А у тебя есть игры? И ты такой, нет. И он такой, сейчас качаем. Мама когда вернулась из магазина. Ой, забыла купить вкусняшку, о которой ты просил. Я скрываю слёзы и боль. Да ладно, мам, ничего страшного. Я тихо и аккуратно открываю пачку чипсов, стараясь не шуметь. Мелкий брат, появившийся из ниоткуда. А дай. Причём у тебя не было брата. Просто внезапно откуда-то у тебя появился мелкий брат. И вообще пачку чипсов открыть тихо и аккуратно? Такое вообще бывает? Я поклонник здорового питания. Ты жрёшь всё подряд. Разве это не здорово? Здорово. Мама, пожалуйста, принеси воды. Встань и возьми. Мама, принеси воды. Будешь ныть, возьму ремень. Пойдёшь за ремнём, водички прихвати. Я, мой внутренний демон, которого я пытаюсь сдержать, чтобы не начать танцевать под... Малинки, маленьки, такие вечеринки. А у вас который час? 22.18. Ого. У меня в Москве сейчас 19.18. У меня в Казани 19.22. Четыре минуты разница получается? Да. Не понял. Ну да, получается четыре минуты разница. Дьявол. За что продашь мне душу? Я. Я не из таких, спасибо. Дьявол. А за шаурму? Я. По рукам. Откинул козырёк, чтобы солнце не слепило. Кто пишет? В этом вся моя жизнь. А мне вообще тяжело с откинутым козырьком ездить. Никогда их по дороге не откидываю. Потому что у меня рост 2 метра и мои глаза как раз находятся примерно на уровне этого козырька. И когда я его откидываю, мне нифига не видно. Только перед капотом чуть-чуть видно дорогу и всё. Поэтому я страдаю. Да вообще нормально. Чёрные очки надеваешь и всё путём. Поверх обычных. Без старых технологий никуда. Апгрейдился. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из ваших комментов обязательно попадут в следующий выпуск. Не забудьте поддержать этот ролик лайком, подписаться на канал, нажать колокольчик и заценить другие мои видосы. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами как всегда был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»